Жаль, что сегодняшний фильм снятый. Обычно успеваю в начале фильм, потом уже вебинар, а тут получается наоборот. Все, что я сейчас говорил, мог бы подтвердить именно этим фильмом. Что вот эти вот абрикосы, которые вы видите на экране, они в общем-то вполне реальны. И люди реальны. Сейчас мы, может быть, я сделаю так. Так, если много вопросов, обычно я час трачу на третий час, а больше мало вопросов, значит, я туда от себя добавлю. Что-то про здоровье. Может быть, ближе познакомлюсь с Ириной Санной. У меня целое досье на нее собрано. Так. Антон, привет. Так, Антон, сейчас вспомни, что я сегодня тебе вспоминал-то. Ага. Ты мне писал много интересного. Сейчас, 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 сейчас. Вот. И сейчас я посмотрю, где самое последнее. Вот. Это все по теме. У нас случайно ничего не бывает. Видели, как удачно этот человек позвонил. А, вот. Значит, читаю с этого, с телефона. Потому что, если я вот здесь включу, увидим много лишних этих самых телефонов. Не все любят светить телефоны. Валерий Константинович, сегодня в обед смотрел Варшава фильм про груши. А у меня, кстати, отдельный фильм был снят. И вот. Про привычный секатор подтверждали 10 назад. На двоих с товарищем выписали такой секатор. Он очень красиво вырезает по двой и привой. Хорошо с виду их совмещает. Но приживаемость привык нулевая. При этом на второй год стали экспериментировать. Привать практически одни и те же ветки этим секатором и обычным ножом. Результат поразил. И у него у меня прививки ножом 100%, секатором 0%. С тех пор этот секатор где-то в сарай валяется. Больше сотни привык. Сделали не привык. Сто привык. Это, вы понимаете, вспоминаем Железного. Время от времени приходят фотографии этого секатора и говорят, купить, не купить. Большинство говорят, мы уже купили, давайте ваши черники. Я хватаюсь за голову. Вы же их угробите. Какой секатор? Берите это самое. Сейчас, если я в темноте щупаю. Вот что-то в основе и порезал с собой. Вот это чудо и чудес. Я еще призываю покупать секатор, этот самый привычный нож с сыроваткой. Но он остался один. Кстати, он остался один. А этот может стоить несколько тысяч. И обязательно пришлют подделку. Мне повезло. Невероятно. Вот этот секатор, которым я творю чудеса. Секатор, который называется привычный. Помните это? Сложное устройство. Я только посмотрел рекламу, я понял. Если рекламные фотографии, я вам показывал каждый год хотя бы по разу. Это и есть моя жизнь. Это и есть мои вебинары. Ради чего я буду продолжать. Даже когда останется пять человек. А просмотров за неделю будет 300 или 200. Все равно буду продолжать. Но сколько людей смогу, столько спасу от неудач. И человек сделал 100 прививок, все 100 неудачные. А я разбираюсь в этом, потому что я только увидел фотографии в рекламе. И там стояло первое место. Ну, человеку что-то дарили. Может, те же секаторы. Кто сделал прививки, якобы их секатором. Человек делает прививки, говорит, это в общем секатором. И действительно секатором. Этим. Почему видно? Потому что там огромный толстый калус. А значит, только калус. Но сейчас я не буду, времени нет. Это значит, что дерьмо. И у победителя первое место занял по качеству прививка дерьмо. Не обречено на смерть. Второе место на смерть. Третье место на смерть. Пятое место. И где-то седьмое место взяли, влепили мою железовую фотографию. Представляете, мою фотографию с прививкой у земли. И написали, что этим секатором. То есть на седьмом месте практически получается какой-то Ивану Петрову Сидорову. Скорее всего, они просто влепили мою фотографию. Меня, Железово. А там действительно прививка уже у земли. Остальные, это, допустим, на высоте полтора метра. Вот такой тонкий ствол. Вот здесь прививка и дальше еще метр. Она же отвалится и хорошо, если не в этом году. И вот такие ужасные вещи с толстым-толстым этим каусом. Вот. И вот спасибо вам. Я подготовлю этот разговор на следующий раз. Спасибо, Антон. Так, потому что я только увидел вашу фамилию, Антон Колесников. Вот он. Кстати, раскручивать вас или нет? У вас такие результаты. И вот, по-моему, уже это тянет на питомник. И то, что вы заботитесь о друге, который тяжело пережил операцию, да? И то, что вы для него у меня выписывали. Ну, вы молодцы. Я делал огромные скидки, а вы в моей косточке ему в качестве лечебного средства. Тяжело болен человек, да? Вот. То есть я из-за этого понял, что вы наш человек. Я сейчас возьму и вашу, вашу это, оглашу. Антон Колесников. Отчество я сейчас не найду, в памяти нет. Но ваш телефон, пусть уже вас знают, как питомника вода. Плюс 7, 917, 266, 49, 11. Жаль, что у нас много. Ой, ой. Поправить. Нас мало, а нас почти нет. Но всё равно, по-русски, 8, 917, 266, 49, 11. Вот. У вас здесь, вот я сейчас листаю, я прихожу в ужас. Вот что, больше ничем не занимайтесь. Чтобы этим заниматься, это надо горбатиться 25 часов в сутки. А ладно, вот что, фотография подвернулась. Влюбитесь на этого, на это наглое лицо, вот, который сделал столько этих самых посадок. Чего там только нет. Вот. Помните этот анекдот был? Перестройщих времён. Чего у нас, перестройщих времён. Чего у нас там нет, только нет. Пива нет, рыбы нет, мяса нет. И так далее. Так вот, у этого человека всё есть. Третий раз из принципа этого телефона. Плюс 7, 917, 266, 49, 11. Так, это сейчас помню. Казань, да? Антон, Казань. Если это Казань, там внизу допишите. Пусть вокруг вас скучкуется вся Татарстан, Мордовия, Ижевск, как он там, ещё что-то. Всё, что вокруг, вплоть до Урала. Всё, с этим ясно, с ножом понятно. Повезёт, будет у вас настоящий нож, и он будет давать 100% места. Но я не рекламил этот нож. Это у нас Германии Солинген. Попробуйте, есть уже подделки под него. Повезёт, повезёт. А то деньги выбросите, попадёт подделка. Значит, попадёт. Идём дальше. Так, Антон, с вами разобрались. Брат Юрий, здравствуй. Вадим Новосибирь, добрый вечер. Бухтияров. По-моему, с первого... По-моему, 260. 247 раз мы с вами здоровались. Комсомольство моря, добра. Арсен Кострома, привет. Учителю здоровья и терпения. Так, Николай Жемалдинович, всем с удовольствием здоровья. Николай, я поражён вашей... Как можно нормальным языком рассказать эти нудные мои... Пересказать эти нудные мои лекции. Я вас поздравляю. Я вам и восхищаюсь. Сергей Портас. Так, значит, я это перевести не могу. Я надеюсь, что это не мат какой-то. Марина Кудина. Я никак не защищаю от птицеплодов, все уходы. Ну, это вы богатый человек. Я как вспомню, только она трозинала. У меня ни одной шелковисти не было годом раньше. Пришлось покупать эту штуку, вертушку. Так, а ещё, знаете, я случайно видел, мне брат пришёл фотографию, а я живу чуть-чуть на всём подряд. А у него там не меньше трёх этих дисков. По-моему, даже рожа набалённая. Так, нет, брат. Не помню точно. Но диски я видел. Тут диск, тут минимум три. А может быть, там и тридцать. От птиц. А я хочу сказать, что это тоже хороший пример. Игорь Сафин, всем здорова. Арсен Кострома. Теперь я понял, почему железо не укрывает перчики полностью. Это нам можно и нужно. Вроде отбора селекции, спартанцы я вам благодарю. Да, вам совершенно верно. Мало того, есть такое слово. Нехорошее слово такое, знаете, выкаблучивается. Я не говорю слово выёбываться. Вы не слышали этого. Но я выёбывал. Я это делал много лет. Сдохнут, сдохнут. А всё равно выкрывать не будем. Сколько лет я пропускал урожай. Ну, не сдохли, но урожай пропускал. А бывало, они умирали. Вот. А я терпел. А потом мои ученики жрали эти мои перчики. Помните, вот сейчас памяти нету. Башкирия. Или Башкирия, или Татария. Значит, один из моих лучших учеников выросил за пять лет или за четыре из косточки перчик-хасанский. Плоды получились. Вот. И когда... И он не жалуется. Держитесь за стулья. Держитесь за стулья. Все держитесь. Он не жалуется. Когда восьмое или девятое ведро с перчиками занёс домой и сказал, ешьте. Они сказали, всё, хватит от... Отстанет он. Куда мы это? Куда и столько кушать? Вы представляете? А он не укрывал. Вот так. То есть, он не укрывал в Сибири. Значит, шансов в той же Татарии или, допустим, Башкирии гораздо больше. Ради этого я столько выражая пропустил с перчиками. Бывало, и ветки подмерзали. Бывало, и погибали. Но я держался, держался, держался. И под старость лет я сказал себе, сейчас штук 20-30 посажу молодёжи. Я вам показывал, как они... Вот. Посажу молодёжи сам себе. Укрою. И буду жрать, жрать, жрать. А фактически, это шутка насчёт жрать. Это будет тоже реклама. Может, лучше укрывать, но уже всё, персиков наесться. Вот. А то так было. Мне говорят, сколько у вас получится этих косточек на продажу? Сто. А у этого самого... У вашего ученика Мезиного... Ну, вроде бы, обещают сотню прислать. Но это, чтобы меня не прибили. Тоже 100. Сколько будет у моей персик, которые живут на... У Чернобаева. Но у него чуть теплее. 300 или 500 косточек даст мне. Ну, как даст. На паях продадим. Вот. И всё. Умножаем. 100 плюс 100 плюс 300. Полтысячи. Это что, на всю страну? А всё почему? Потому что мы же все крутые. Мы же все они укрываем. А, нет. Укрывает только один этот. Всё добавил. Часть укрывает, часть нет. У нас так же оставалось. Дерево растёт вверх. Там на 3-5 метров. Нет одного персика. Эти ж полдерева. От снега. Вторая ветка мощная. Она уже пышная. А там на нём 300-500 плотов. Нормально? Так, идём дальше.